Добрый день, дорогие друзья! Получаю вопросы. Борис, когда же вы начнете говорить непосредственно о технике и показывать ее? Мои видео пока не только и не столько о технике. Мне бы хотелось построить некий базис для того, чтобы ответить на вопросы, зачем хай-энд и почему хай-энд. В этих видео я рассказываю о подходе нашей компании к построению системы. После того, как вы поймете наш подход к хай-энд, что покупка аудио не цель, а средство для прослушивания музыки, вам будет проще выбрать Foster High-Eнд в качестве поставщика вашей системы. Поэтому наберитесь терпения, скоро покажем и технику, и как ее выбирать. Иногда новый заказчик задает вопрос. Может ли система High-Eнд Аудио обеспечить такой же уровень звучания, как консерватория? Ну, давайте разбираться. Гарри Пирсон, американский журналист и обозреватель аудио, к сожалению, несколько лет назад ушедший из жизни, создатель журнала The Absolute Sound, считается одной из самых влиятельных фигур в истории хай-энд аудио журналистики. Так вот, он считал и продвигал в своей философии следующую мысль, что оценивать акустические системы нужно на соответствие их абсолютному звуку, который он определял как звук настоящих акустических инструментов, звучащих в реальном помещении. И чем ближе это соответствие, тем лучше. И живой симфонический концерт в большом концертном зале в таком случае является для нас эталоном. Возможно, из-за такого подхода люди задаются вопросом соответствия хай-энд аудио звучанию в консерватории. А если мы не можем добиться такого звучания, то и покупать аудио высокого класса нет смысла. Но ведь хай-энд аудио не отменяет консерваторию. Наоборот, система в вашем доме обязана быть отличной, чтобы у вас возникло желание сходить в консерваторию на балет, поехать в оперу. И вернувшись домой, вы сможете послушать мелодию, и пережить те эмоции, из-за которых мы и слушаем музыку. И чем лучше ваша система, тем больше вы будете наслаждаться после живого выступления. Ну, а потом, часто ли вы можете ходить в консерваторию? Да, есть известный любитель оперы, наш бывший соотечественник, который посещает в год огромное количество оперных залов по всему миру, иногда по нескольку раз в неделю. Но будете ли вы так делать? Марта Аргерих, Евгений Киссин, номер один и два рейтинга лучших пианистов мира, в России не выступают. Григорий Соколов в десятке лучших. Наш соотечественник давно живет за границей и дает один концерт в год в Санкт-Петербурге на свой день рождения. Чтобы попасть на их живое выступление, надо очень хорошо постараться. А многих великих исполнителей, к сожалению, уже можно услышать только в записи. Раньше во многих домах стояло пианино и филармонический слуховой опыт был у нескольких поколений семьи. Я уверен, что аудио высокого класса позволит вам наработать такой опыт достаточно быстро, и вы будете еще больше наслаждаться живым звучанием. И да, система дома иногда играет лучше, чем в консерватории. Нет кашляющих слушателей, хлопающих не в попад людей, звонящих в телефонах и других приятных вещей. Конечно, если это система high-end уровня, собранная специалистом. Ну, как выбрать специалиста в следующих видео. До встречи, Foster High-End! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok